Мероприемства, присвященные Дню памяти воинов-интернационалистов, прошлись сегодня в Гомеле. 31 год миновал с того самого дня, коли опошняя колонна советских войсков покинула территорию Афганистана. Удел Советского Союза в военном конфликте завершился 15 лютого 1989 года. Однако, не глядяши на минулые 10 годы, память о подвигу наших соечественников живее и будет жить. Памятные мероприемства в областном центре по традиции распочались с акцией «Запались свечку памяти». Под час службы у Свято-Петропавловским соборы прогушали имены кожного со 124 уродженцев Гомельщины, які загинули при выконании воинского обовязка в Афганистане. 119 из них похоронены на белорусской земле, 5 – замежами нашей краины. В память об них, а так само тех, кто зашел с життя в мирный час, сябры родные поставили свечки в храме. Для нас, для афганцев, это святое. На сегодняшний день, уже на протяжении стольких лет, 31 год, это 31 годовщина, проводим все эти мероприятия, и они для нас очень важны. Важны, как дань памяти именно нашим погибшим. Также у нас производится постоянная встреча нас, живых ветеранов, потому что в обыденной жизни не всегда получается встретиться. Сейчас на Гомельщине проживает свыше 3700 былых воинов-интернационалистов, которые воевали в 11 краинах света. 3574 из них пройшли афган. Сегодня у всех объединяет Гомельская областная ветеранская организация афганцев. В ее звертаются за допомогой тому, что ведают. Тут не отмовят. Любая мелкая, если ты чем-то помог, оглянулся, и ты видишь, что человеку ты что-то помог. Например, вот у нас есть инвалид первой группы стал, надо было ему сделать пандус. Да, благодаря и домоуправлению мы попросили и так далее, и сделали. Человек, понимаете, не будет сам с компьютерами, сам с собой, он может на коляске выйти на улицу. Конечно же, стараемся решать вопросы оздоровления. У нас есть прекрасный госпиталь, куда на сегодняшний день по нашей просьбе никогда в жизни нам не отказывают. Ушанывать память загинулших и отдать данину поваги тем, кто пройшел в горячей окропке в далечении от Радимы, собрались каля мемориала помника воинам-интернационалистам. Тут каждый год, в день, 15 лютого, и на передадни сотни людей. Для многих это место с встречи с боевыми товарищами. Те, кто стратил близких на войне, знаходят доказ, а подвигу их сынов, братов и коханных памятают. Вспоминания, конечно, очень тяжелые, сложные. До сих пор снится Афганистан. Это до конца жизни. Вот каждый год мы сюда приезжаем. Почтить память наших боевых товарищей, которые погибли во время войны, а также погибли в мирное время после Афганистана. От ран, овечей, от разных заболеваний, которые они там приобрели. Начали с простонниками органов улады, ускласть вянки и кветки до мемориала сбирается великая колонна. Кожный крочет с ее и со своими думками. Однако, жизнь протягивается, треба глядеть наперед, в будущуюнюю и радоваться мирному небу над нашей краиной. Сам родом с Украины. Вывод, когда произошел в 89-м году, остался в Беларуси. Самая лучшая страна. Жена с Курска. То есть у нас интернациональная семья. Живем в Беларуси. Завершил в широках памятных мероприемствах концерт у городским центром культуры. Улику гостей, ветераны интернациональных войн и их семьи, а так само близкие загинувших. Со сцены ГЦК вспомнили тых, кто не вернулся додому и отдали до ненапаваги усимы дельникам замежных локальных конфликтов.